кратко пронесемся по тому что вы мне прислали кратко очень кратко значит я собираюсь разобрать видео где срок вегетарианства 10 лет и человек отказался от вегетарианства почему так молодец петрович спасибо за науку все объяснено как надо это про вегетарианство да спасибо молодец жанна садель молодец адекватно все пояснили досмотрел до конца то есть видео большого 52 минуты но тем не менее тем не менее что еще хочу сказать мы все вот как-то уже уже приучены того что мы в пять минут в пять минут нам все было дано да не может такого быть в 5 минут понимаете для того чтобы что-то познать надо потратить на это весьма много времени весьма много своих усилий тогда что-то получится а за пять минут которые вы думаете сейчас а вот это проветряться там не сказано есть или не есть и и все да такого не может быть так значит жан садель спрашивает сколько раз в день вы советуете есть вот я дважды средними порциями расскажите что лучше есть из продукта утром и что за три часа до сна но я же уже жан отвечал и у вас есть моя книга по питанию золотые правила питания но там очень много описано данную хотите так кратко значит смотрите смотрите что в первую очередь в первую очередь пускай это будет там дважды вот смотрите все зависит в первую очередь от возраста если ребенок это ну грудной ребенок да он там через каждые два дня два часа потребляет пищу ему надо он растет 10 лет он тоже ты ему деды 3-4 раза а то 5 раз вот он он хочет он что-то там пере это перекусывает ему надо чем больше возраст чем больше возраст чем естественно меньше пищи но меньше пищи это не значит что мы скатываемся до 1 раза вот здесь вот здесь вообще-то хороший жан задал вопрос вот здесь у нас включается в работу биоритмологии согласно берет молодые у нас органы пищеварения они активны желудок с утра дальше значит тонкий кишечник у нас активен в основном в обед вот в это время и надо кушать далее у нас уже то есть это мы примерно покушали грубо говоря с 7 там примерно до 9 завтрак ну завтрак какой-то что-то легкое опять-таки салат и что-то мы привыкли ну съешьте там если белковое блюдо там я например люблю там яичницу съесть и кашу я люблю и кашу либо просто кашу 7 и нормально а в обед уже что-то такое знаете чтоб главное появился аппетит то есть надо столько съесть чтобы вам не не хотелось не слишком мы были голодные к обеду чтобы у вас хватило вот пищи запаса этой пищи до обеда порцию вы выберите сами потому что у каждого желудок по-своему там растянут и он обходится и естественно нагрузка у каждого своя так вот вы выберете ту пищу которая приемлема ну например лучше всего каша кашу сделать с топленым маслицем еще там чем-то там такой чтобы она была вкусно то есть здесь все еще упирается жан в то что должна быть кулинария соответствующие те продукты которые вроде бы полезны там допустим салат или еще но невкусные сделать их вкусными вот как раз я для этого сделал целебную кулинарию чтобы посмотрели и на основании этих блюд сделали можно там допустим сока выпить там грубо говоря там стакан съесть опять-таки там салат и так далее чтобы почувствовали значит в обед более менее плотная здесь можно первое блюдо съесть и что-то там второе это такое жидкости кстати до еды пьются опять-таки можно носить салат вот и и что из продуктов утром что из продукта утром лучше всего какие-то крахмалистые продукты вот растительная салат и крахмалистые чтоб у вас хватило потому что если чисто углеводы их там не хватит захочется там есть и так далее а вот крахмалистая каша ценно это будет то что надо просто подобрать для себя и сделать ее вкусной в обед вы значит в обед уже можно действительно что-то такое белковое съесть белковое это не означает там допустим там рыба мясо хотя бы можно сделать очень вкусный гороховый там похлебку гороховый суп фасолевый суп все это отлично будет работать ну и в обед можно так сказать более менее плотненько подзагрузиться и далее далее вот где-то вот желательно там до шести ну пусть там шести до семи вы приходится на работу вот что-то можно такое покушать почему потому что если человек молодой ну даже среднего возраста как правило под вечер еще хочется кушать вот и надо покушать немножко допустим кисломолочного пускай там творожка с кисломолочным пускай там опять таки салатик с орешками иногда знаете почему человек передает потому что вот ему хочется заполнить желудок и кстати кстати один из приемов борьбы с ожирением это в желудок вставляют баллон или этот желудок вот так раз перевязали там чтобы он уменьшился так вот если вы допустим под вечер такую большую мисочку салата с орешками там все это там съели у вас желудок заполнился и говорит о том что он полный а на самом деле все легкое раз там все это быстренько там переварится и вы без тяжести особой ляжете спать и будете нормально спать если так поступать утречком проснетесь вам будет хотеться позавтракать если же вы не так не будете поступать а наоборот основной прием пищи будут вечером вам утром не будет хотеться есть значит в обед вы немножечко съедите а вечером опять будете нагружаться органы пищеварения согласно биоритмологии ночью не работают и у вас пошло там ожирение и все все-все-все тяжести и прочее прочее так значит вот три раза можно там перекусывать зависимости от возраста дважды средними порциями ну хватает хватает и и что за три часа до сна но за три часа до сна ну пусть за три часа до сна что-то я вот типа салата кисломолочного творожка немножко то что быстренько переварится и не будет там лежать пищеварение процесс длительный если вы съешь кусок мяса через три часа вы особо ничего не почувствуете вернее первые три часа а вот последующие три часа у нас начнется пищеварение и вы среди ночи проснетесь почувствуете что тут у вас идет работа не на шутку вот поэтому поэтому поступайте правильно но если что-то мне ясно еще разок спросите я отвечу